Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Губернаторский законопроект, кроме ушедшего с ЕНВД бизнеса, касается еще и отраслей наиболее пострадавших из-за пандемии. Например, образовательных центров, кинотеатров, предприятий, народных промыслов, турагентств, общепита. Бюджет области при этом недополучит порядка 227 миллионов рублей. Программа Экономика. В Кирове станет меньше заведений, торгующих алкоголем. С сентября 22 года будет запрещено продавать спиртное в точках общепита площадью менее 50 квадратных метров. Это еще одно решение законодательного собрания. В двух чтениях сразу оно одобрило соответствующие поправки в региональное законодательство. Запрет распространяется на заведения, открытые в жилых домах и на пролегающих к ним территориях. Таких точек в Кирове 20, а всего в Кировской области 47. С сентября же вступит в силу запрет на продажу спиртного в небольших магазинах, работающих в жилых домах. Бюджет Кировской области получил от ГЖД миллиард рублей. Это налоговое отчисление от компании. В целом в 2021 году Горьковская железная дорога заплатила по налогам и во внебюджетные фонды регионов, где она расположена, 14 миллиардов. Это на 8% больше показателя 2020 года. Самые большие выплаты пришлись традиционно на Нижегородскую область почти 9,5 миллиардов рублей. В Татарстан направили 1,5 миллиарда, третье по величине размера отчислений в наш регион. Владимирская область получила 900 миллионов, в Удмуртии 760, в Чувашии 300 меньше всего отчислено в бюджет в Мариэл, менее 50 миллионов рублей. В завершении о курсах валют. Доллар на сегодня 78 рублей 95 копеек, евро стоит 88,47. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101ФМ.